Сейчас апрель 2024 год. Обещали, что в апреле параллельный импорт схлопнется. Нет, нет, друзья, параллельный импорт еще не схлопнулся. Да, и автомобили, которые везены были ранее на российский рынок, в основном, 22-23 год и очень-очень мало, 24-го года. Они еще есть в продаже, они доступны. И сейчас мы зайдем в автосалон, который раньше был Шкодой. Здесь раньше продавались официальные Шкоды. Теперь продаются автомобили, везенные в Россию по схеме параллельного импорта. Моделей очень много, разнообразные, различные. Есть электрички, есть незнакомые модели. Кто-то даже таких, наверное, никогда не видел и не знает. В основном машины везутся из Китая, с китайского рынка на российский. И сделаны для китайских условий эксплуатации, не для российских. Везут все, что попало, да. Главное, чтобы можно было на этом навариться. Что выгодно, то и везут. Есть Мазды, есть электрические Вольцвагены. Кстати, вот эта вот модель ID.3. И, как мне сказали в этом автосалоне, его продают за 2 миллиона рублей. Насколько это правда, не знаю. Менеджер так, из ума взял эту сумму. Сказал, за 2 миллиона вроде его отдают. Постараюсь узнать, утащить и напишу в описании, сколько точно стоит вот такой вот компактный хэтчбэк Volkswagen ID.3. Также обратите внимание вот на такую модель. Это у нас Kia Sportage. Если я не ошибаюсь, третьего поколения. Это китайский Sportage, произведен для внутреннего рынка Китая. На что стоит обратить внимание в этом автомобиле? Это, конечно же, на то, как здесь сделана антикоррозийная защита днища. На автовозе мы рассматривали с вами Kia Sportage. Антикоррозийка на нем, прямо сказать, отвратительная. Она отсутствует. Если купили себе такой автомобиль, то обязательно сделайте дополнительный антикорр. Промажьте днище, залейте внутренние полости антикоррозийным составом. Не пожалейте денег. Это обязательно нужно сделать. И вообще, машины, произведенные для внутреннего рынка Китая и произведенные для рынка России, они по антикорру очень-очень сильно отличаются. Китай не заморачивается. Там в основном открытый катафорезный грунт и все. Для российских эксплуатационных условий такой подход не подходит. Нужно полностью все замазывать шумопоглощающим составом, антикорром, еще дополнительно намазывать антикорр. Сами знаете, у нас большая часть России в основном заснежена, повышенная влажность, лето холодное, машина просыхать не успевает, из-за этого появляется коррозия, и кузова обычно сгнивают, если они не оцинкованы. Хотя, что говорить, и оцинкованные машины тоже гниют. Я же нахожусь в Краснодаре, у меня лето, ненасторием на то, что уже апрель, да, у вас может быть снег, здесь снега нет. Есть трава зеленая, много раз вам показывал погоду, не удивляйтесь, еще пока не середина лета, еще пока только еще апрель. Так что по Kia Sportage купили себе такого китайца, сделайте доп. антикорр. По Mazda, здесь стоит отметить, что, несмотря на то, что Mazda CX-4 сделан для внутреннего рынка Кита, антикорр очень-очень хороший, даже установлены шумопоглощающие щиты днища, качество исполнения тут, прямо сказать, на высоте. ID-6, это тоже электричка с двигателем, 204 лошадиных силы, и вот такой вот есть интересный ID-6. Ну, прям заряженный автомобиль, это черный цвет, красные вставки. Сзади посмотрим, как выглядит автомобиль, ID-6X. Комплектация, наверное, какая-то особенная, специфическая. В общем, электричка, привод здесь задний, бывают также полноприводные версии. Двигатель 204 кобылы. Запас хода, ну, в районе 500 километров должен пройти. В шоу-руме мы видим также большое разнообразие различных автомобилей. Есть легендарный Хончи H5, классик, дорестайлинговый, первое поколение. На российском рынке уже доступно второе поколение. Это еще у нас первый. 2021 года выпуска, либо 2022, точно не знаю. Под капотом здесь расположился бензиновый двигатель 1.8, мощностью 197 лошадиных сил. Есть система мягкого гибрида. Также здесь стоит отметить, что установлен полноценный автомат i-Syn, шестиступенчатый, привод передний. Построен Хончи H5 на базе Mazda 6. Подвеска здесь от 6, салон свой. Шикарный салон, все на коже, эко-коже, разумеется. Есть память настроек водительского кресла. Не хватает только теплых опций. Панорама с электролюком. Руль отделан кожей. Щиток приборов комбинированный. Мультимедийная система. Климатическая система двухзонная. Есть вентиляция передних сидений. И очень-очень много свободного пространства на втором ряду. Сейчас сидение максимально отодвинуто назад. Интерьерная подсветка. Вот видите, сколько здесь пространства. Подлокотники у нас расположились под стаканники. И дополнительная ниша. Очень интересный автомобиль за свои деньги. За сколько же сейчас можно купить Хончи H5 Classic? Подойдем, посмотрим. За наличку отдаются 3 миллиона 150 тысяч рублей. В минимальной комплектации данную машину можно купить за 2 700. Kia Sportage с двигателем 2.0. 150 лошадей. 6-ступенчатый автомат. Передний привод. Китаец. За гранью. Посмотрим, как выглядит салон. Коричневая кожа. Это кожа. Руглевое колесо отделано кожей. Цифровая приборная панель. Подрулевых лепусков переключения передач нет. Насчет теплых опций подсказать не смогу. Потому что кнопок физических включения подогрева переднего ряда сидений я не вижу. Их нет. Кнопок включения обогрева рулевого колеса также нет. Круиз-контроль. Обычное управление мультимедивной системой. Кресло водителя регулируется за счет электроприводов. В шести направлениях. Кресло переднего пассажира регулируется механически. Обстановка на втором ряду. Здесь USB-слот, органайзер. Кармашков нет довольно-таки. Бюджетная комплектация. Несмотря на то, что у нас установлена панорама. Два подголовника. Третьего подголовника нет. Подлокотник с подстаканниками. Подстаканники без держателей. Отделка дверных карт выполнена из пластика целиком. Здесь у нас черные глянцевые вставки. Плюс вставки из эко-кожи. В багажном отделении мы видим розетку на 12 вольт. Плюс есть плафон освещения. Спинки раскладываются. Разделительные шторки нет. Отсутствует под фальшполом набор инструментов в спиннинном материале. Под спиннинным материалом расположилась докатка на стальном диске. Продается Kia Sportage за 3 миллиона 980 тысяч рублей. Автомат. Двигатель 2.0. 150 лошадиных сил. Также в продаже представлен Hyundai AX35. Китайская версия. Здесь двигатель 1.4. 140 лошадиных сил. Написано, что AT. Передний привод. Ну, на самом деле здесь, скорее всего, установлен не полноценный автомат, а установлен робот. Робот, кстати, с подрулевыми лепестками переключения передач. Скорее всего, 7-ступенчатый робот. Видим мультимедийную систему. Цифровой счеток приборов. Круиз-контроль обычный. Есть электромеханический ручник. Система Auto Hold. Старт-стоп. Помощь на спусках. Салон отделан эко-кожей. Кресло водителя регулируется механически. Теплых опций не вижу. Опять же, возможно, они включаются через экран мультимедийной системы. И обстановка на втором ряду. Здесь тоже так же скромно, как и в Kia Sportage китайском. Это два подголовника. Отсутствует разделительная полка в багажном отделении. Но зато есть кармашек. А вместо панорамы здесь обычный люк. По деньгам АХ-35 китайский мы можем забрать за 3 миллиона 600 тысяч рублей. Toyota RAV4. Также подходим, смотрим. Цена 4 миллиона 950 тысяч рублей. По характеристикам двигатель 2.0. 171 лошадиная сила. Полный привод. И видите, написано АТ. На самом деле, здесь установлен вариатор. Салон VELU. Экокожа. Зеленая строчка. Кожаный руль. Цифровая приборная панель. Теплые опции есть. Сидушки переднего ряда греются. Даже есть беспроводная зарядка для телефонов. Несколько режимов езды. Электромеханический ручейк. На втором ряду. Обстановка следующая. Есть панорама с электролюком. Три подголовника. Подлокотник. Два USB слота. Дефектора климатической системы. Кармашек в водительском сидении. Кармашек у пассажира. Есть плафон освещения. В общем, обычный бюджетный автомобиль. Toyota RAV4. Который сейчас нам, скажем так, не шибко доступен на российском рынке. Это, наверное, последние RAV4, которые еще завозятся. Еще завезены были, которые ранее. За почти что 5 миллионов рублей. 4 миллиона 950 тысяч. Хотите надежный бренд, надежный автомобиль. Будьте добры отвалить 5 миллионов за кроссовер на вариаторе. Скромненько в уголке пристроилась Mazda CX-4. Здесь подкапотный двигатель 2.0. Атмосфера мощностью 158 лошадиных сил. Шестиступенчатый автомат. Передний привод. Цена в такой красотке 3 миллиона. Хотя, скотите, миллион. Нет, 3 миллиона 190 тысяч рублей. И это у нас минимальная комплектация. Видите, какая здесь мультимедийная система. Комплектация выше. Экран идет здесь просто аудиосистема. А в комплектации выше получается мультимедийная система. Здесь мы можем слушать музыку. И все, в принципе. На мультимедиа отображается картинка с камеры сзади. Салон. Тряпка. В крыше у нас строен электролюк. Крыша черная. Сочетается идеально. Черный цвет. Подушки безопасности. Есть боковые шторки. Ремни безопасности регулируются по высоте. Также подушки безопасности есть в креслах. Руль пластиковый. Круиз-контроль обычный. Кондиционер тоже есть в этом автомобиле. Volkswagen ID.4. На улице стоял ID.6. Это у нас ID.4. ID.4 получается 5-местный. ID.6 7-местный. Но немножко подлиннее. Силовой агрегат такой же самый. 204 лошадиных силы. Привод задний в данном исполнении. Цена ID.4. На заднем приводе 4 миллиона 250 тысяч рублей. Заглянем в салон. Если, конечно, машина не разрядилась. Салон на тряпке. Причем исполнение довольно-таки по тактильным ощущениям качественно. Здесь у нас вставочки небольшие из эко-кожи. Теплые опции. Опять же, данным китайцы есть, нет, не знаю. Нужно заходить в мультимедийную систему. Щиток приборов. Обратите внимание, как здесь выполнен. Он закреплен на рулевой колонке. Регулируется вместе с рулем. То есть мы его постоянно наблюдаем через рулевое колесо. Руль пластиковый полностью. Есть система удержания в полосе движения. Есть адаптивный круиз-контроль. Крыша огромная, панорамная, без электролюка. Установлена шторка. Кнопка соса Реглонас. Присутствует. Подстакальники. Беспроводная зарядка для телефонов. Ватта и ПС разъема. Все в этом автомобиле есть. Даже ручка, смотрите, с подсветкой. Обстановка на втором ряду. Здесь отсутствует подлокотник. Зато три подголовника. Есть два Type-C слота. Кармашки есть. Что еще стоит отметить? Это светодиодная оптика. Передняя, задняя. Комплектация. Это кросс. И еще раз повторюсь, цена 4 миллиона 250 тысяч рублей. Еще один RAV 4. Здесь комплектация уже послабже. Двигатель 2.0. 171 лошадиная сила. Полный привод. Вариатор. В принципе, такой же самый, как мы с вами смотрели в самом начале. Только здесь не хватает роллингов. Крыша не окрашена в черный цвет. Ну и другой передний бампер. И цена подешевле на 200 тысяч. Данный экземпляр дают за 4 миллиона 750 тысяч рублей. Заглянем в стол, чтобы понимали, что разница между автомобилями практически никакая. Да, это панорама с электролюком. Там была здесь у нас электролюк. Отделка сидений. Как уже велюр. Есть подогрев сидушек. Здесь уже нету мониторчика в предыдущем. RAV 4. Мультимедийная система. Читок приборов комбинированный. Да, чуть-чуть попроще этот автомобиль. Но и стоило. Дешевле на 200 тысяч рублей. Еще одна электричка Ziker X. Интересный автомобиль. Закрыт, правда. В салон не заглянем, не посмотрим. Ну, сразу же отмечу, что здесь дверь открывается с кнопки. Подходим, нажимаем. И он должен открыться. Но так как разрядился, он не откроется. Продается Ziker X за 5400. Запас хода смотрим, сколько километров. 512 километров. Мощность электромотора 428 лошадиных сил. Привод, по всей видимости, полный. Два электромотора на передней и задней оси. Хоть бы могли зарядить, да, чтобы люди подходили, смотрели. А то сразу складывается такое ощущение, что купишь электричку, она у тебя будет постоянно разряжена, стоять у дома. Как недвижимость. Нужен такой автомобиль? По мне так нет. Также стоит отметить, что в продаже еще можно урвать Toyota Avalon, Toyota Camry. Стоимость такого шикарного седана D-класса в районе 5,5 миллионов рублей. Дешевле не отдадут. Потому что машинка довольно-таки редкая. Позиция эксклюзивная. Китаец. Есть Hyundai Allantra. Немножко так, если присмотрим, да, приплюснута передняя часть. Есть такие на АТ, есть такие на вариаторе. Цена такого автомобиля в районе 2 миллионов 600 тысяч рублей. Это если мы говорим про версию на вариаторе. Автомат стоит примерно 3 миллиона рублей. Мне кажется, тут корейцы немножко переборщили с фейслифтингом. То есть машина уж очень-очень сильно стала смотреть в нижнюю часть. Как будто наступили на капот. И сзади футуристический дизайн. Иероглифы китайские, которые уже не стесняются, да, уже оставляют на автомобиле. И менеджер какой-нибудь может сказать, да нет, это у нас корейские иероглифы. Разобраться, какие именно это иероглифы, нам поможет телефон, приложение специально наводим. И телефон в автоматическом режиме переведет китайский это язык, либо южнокорейский. Кому нужна надежность, те покупают проверенный автомобиль, проверенный временем автомобиль. Кто полагается на гарантию, те выбирают официальных китайцев. Ну, с другой стороны, это и правильно. Потому что официальный китаец стоит меньше, гарантия есть, и через 3 года у него ликвидность все равно остается. Ликвидность вот этих автомобилей очень-очень сомнительная. Во-первых, в 3D не в каждом автосалоне у вас примут машину, везенную в Россию по схеме параллельной импорта. Да-да, друзья, автосалоны отказываются принимать по схеме 3D машины, везенные в Россию какими-то обходными путями. То есть, неофициально привезенные. Их очень-очень много. Моделей, как вы видели сами, большое количество. Купив машину здесь, вы выйдете из ворот этого автосалона, потом захотите ее поменять, приедете обратно, и вам скажут. Извините, у вас машина везена по схеме параллельного импорта через какую-то там страну, и мы не знаем, как ее там еще растаможили. Поэтому на себя риски такие вы брать не будем. Как бы получается билет в один конец. Раньше, если мы говорили, что покупая китайца, мы берем билет в один конец, то теперь, если мы покупаем европейца, либо японца, по схеме параллельного импорта, также приобретаем билет в один конец, то есть поменялись местами. Если же мы покупаем сейчас официального китайца, то мы его можем вполне официально, с хорошими скидками, выгодами, обменять на другого, на нового китайца. То есть тут все работает, здесь ничего не нарушено. И китаец, хоть бы каким он плохим не был, как бы его не хаяли, он все-таки обслуживается официально. То есть запчасти всегда есть в наличии. Да, раньше были проблемы, что на китайские машины долго везли комплектующие, сейчас же все это уже решилось. Если есть что-то добавить, пишите в комментариях, я вхожу в комментарии отвечать на ваши вопросы, а также с вами дискутировать. До новых встреч!